Всем привет! Вы смотрите Универ-Ньюс, студия Анны Глазуновой. Так, сегодня в выпуске. Конференция национальной литературы Республик Поволжья прошла в КФУ. В Казанском университете открыли памятную доску в честь столетия со дня рождения профессора Андрея Попеля. В КФУ состоялся гала-концерт «День первокурсника-2019». Ректор КФУ Шатгафуров принял участие во встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Главной темой для обсуждения в ходе встречи стала работа в рамках проекта «5.100», направленного на повышение конкурентоспособности и рост представленности в мировом академическом пространстве ведущих российских вузов. А мы продолжаем. В КФУ прошло заседание антикоррупционной комиссии. Все подробности в нашем следующем сюжете. В Зеленом зале КФУ состоялось заседание комиссии по противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов. Обсуждалось введение обязательной дисциплины противодействия коррупции для студентов КФУ. На повестке дня значились такие вопросы, как рассмотрение письма министра науки и высшего образования РФ о подготовке кадров в сфере реализации антикоррупционной политики и многое другое. Анна Глазунова, Виолетта Басова, Универньюз. С 24 по 26 октября в Москве проходит заседание Международного совета программы 5100. КФУ защитил дорожную карту программы повышения конкурентноспособности. Все участники, а это 21 российский университет, отчитываются о достигнутых результатах, демонстрируют динамику и представляют программу развития до 2024 года. А мы продолжаем. В Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие памятной доски в честь столетия со дня рождения одного из выдающихся представителей Казанской химической школы, профессора Андрея Попеля. Более подробно смотрите далее. В Химическом институте имени Бутлерова Казанского федерального университета состоялось торжественное открытие памятной доски в честь столетия со дня рождения доктора химических наук профессора Андрея Попеля. Он основал новое научное направление, это применение метода ядерной магнитной релаксации для анализа комплекса образования. Это уже такая химическая специфика. Это действительно поистине новое направление было в мире. Огромные успехи он создал свою научную школу, которая хорошо известна не только у нас в России, но вообще во всем мире. У Андрея Попеля не было высоких правительственных наград. Но самой высокой наградой являются ученики, которые продолжают его дело, всегда помня его как научного руководителя. Он очень внимательно относился к молодежи. Он понимал, что будущее зависит от воспитания молодежи, чего мы не понимаем сейчас в полной мере. И если у кого-то были вопросы, он всегда находил возможность помочь. Причем он помогал очень тонко, деликатно. Он никогда ни на кого не кричал, никогда никого не ругал. Он просто давал советы. Мероприятие продолжилось в музее Казанской химической школы, где прозвучали доклады о жизни Андрея Попеля. Лилия Талипова, Ленардо Влитяров, Универньюс. В КФУ прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Национальная литература Республик Поволжье. Проблемы межкультурной коммуникации». Подробности далее. В Институте филологии межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошла межрегиональная научно-практическая конференция «Национальная литература Республик Поволжье. Проблемы межкультурной коммуникации». Конференция направлена на выявление, скажем, основных проблем, насущных проблем литературоведения. На конференции с докладами выступили известные ученые из шести национальных республик Поволжье – Татарстана, Чуваша, Мариэл, Мордовии, Ульмуртий и Башкортостана. «Сюда приехали ученые из самых разных регионов Российской Федерации, прежде всего из регионов Поволжье, для того, чтобы поделиться своими новыми научными разработками, научными достижениями и сведениями о развитии национальной литературы других республик». В рамках конференции обсудили сравнительное и сопоставительное литературоведение на современном этапе, теоретические проблемы межкультурных взаимодействий в республиках Поволжье, а также роль русской литературы в межкультурной коммуникации народов России. Эльвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз. О том, что еще нового произошло в Казанском федеральном университете, смотрите далее. В Казанском федеральном университете в стенах КСК «Уникс» прошла очередная игра «Что, где, когда», участниками которой стали студенты разных курсов. Игра проходила в формате телевизионного клуба. С визитом в Казанский федеральный университет прибыла делегация Ассоциации науки и технологий провинции Дзянси. Гости посетили Высшую школу информационных технологий и интеллектуальных систем, Институт вычислительной математики и информационных технологий, где познакомились с приоритетными направлениями. А также в Голубом зале Казанского федерального университета состояла встреча с руководством университета. 24 октября в Казани прошел предпринимательский форум «Мой бизнес», проводимый в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства». На сцене форума выступили успешные предприниматели, эксперты, лидеры мнений. Участие в форуме приняли сотрудники и студенты Казанского федерального университета. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялся мастер-класс блогера Екатерины Бибишевой на тему «Секс. Как выстроить идеальные отношения с партнером». Подробнее далее. Екатерина Бибишева выступила в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Чтобы поделиться с студентами КФУ своим опытом и подробно раскрыть ответы на вопросы об отношениях. И когда тебе комфортно в отношениях, тебе становится спокойно, тебе становится хорошо на душе. Ты понимаешь, что оказывается не так-то и нужно бежать куда-то, не так-то и важно быть постоянно в стрессе. Говорить об этой теме важно не только со своим партнером, но и с подрастающим поколением, чтобы они могли избежать роковых ошибок в будущем. В Казанском федеральном университете состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «День первокурсника». Позади у студентов бессонные ночи, репетиции и переживания о том, как прошел долгожданный концерт, смотрите в сюжете. 24 октября в Большом зале культурно-спортивного комплекса «Уникс» Казанского федерального университета состоялся галоконцерт ежегодного фестиваля «День первокурсника». Участие в нем приняли лучшие творческие коллективы Казанского федерального университета. Это студенты 16 институтов и юридического факультета КФУ. Ко всем присутствующим обратился ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Сегодняшний день это уже не просто фестиваль студентского творчества, а целое событие в жизни нашего университета, без которого, наверное, сложно представить студентскую жизнь Казанскому федеральному. Наш фестиваль, он тоже юбилейный, он десятый нашей истории. В этот вечер свои творческие способности продемонстрировали первокурсники из 23 коллективов Казанского федерального университета. «Мы уступаем номером Лианы, ну, как бы так сказать, ну, женственный очень номер. Для начала задумка была то, что мы, в принципе, Лианы, то есть в осень цвет это зеленый, также пояс вот золотой, чтобы акцент был джунглей и золотые блестки». На галоконцерте зрители наблюдали за зажигательными танцевальными номерами, театральными постановками и песнями. «Мы очень долго готовились, приложили очень много усилий, были усердные репетиции. Я считаю, что получилось нереальное шоу, нереальные эмоции, мне кажется, каждый получит, кто будет присутствовать в зале». «Да, на такой большой сцене я, конечно, впервые выступаю». «Я пою в коллективе «Зарница».» Важной частью галоконцерта «День первокурсника» является закулисье. Пока зритель на сцене видит конечный результат веселой песни, зажигательные танцы. Здесь работа идет полным ходом. «Мое сложное было повесить ленты, трубы, по сути, с светодиодными лентами, потому что очень тяжело прокинуть провода, очень тяжело это зафиксировать, чтобы оно смотрело прямо в зал, прямо у зрителя. Я готов каждый день, просто вот с утра до ночи, техники действительно ночью здесь остаются, монтировать декорации, отстраивать какие-либо сцены в представлении. То есть это прям очень классно». Гран-при за лучшую концертную программу в малой группе досталось творческому коллективу инженерного института. Гран-при в средней группе получил юридический факультет. Обладателями гран-при в большой группе стали одновременно три института. Набережной Челнинский институт, институт управления экономикой финансов и институт филологии и межкультурной коммуникации. Наш телеканал вел прямую трансляцию с галоконцерта в фестивале «День первокурсника». Анна Глазунова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Еще увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok